Новая десятка крайне позабытых фильмов уже прямо сейчас. Не будем же терять времени. Черный Скорпион 2 в эпицентре взрыва, 96-й год. Американский супергероический комедийный телефильм, снятый режиссером Джонатан Уинфри. Это продолжение первого Черного Скорпиона, в котором снимается Джоан Северанс. Тарси Уокер, детектив полиции, Энджел Сити. Это такая версия Лос-Анджелеса. Ее тайная личность Черный Скорпион. Она не обладает никакими сверхспособностями, но, как и Бэтмен, она борется за справедливость, используя комбинации боевых искусств и передовых технологий, включая свой высокотехнологичный автомобиль Скорпион Мобайл. Энджел Сити находится в эпицентре волны преступностей, когда серия землетрясений потрясает крупный мегаполис. Сейсмолог Андершафт был пионером новаторских технологий, созданных для предотвращения подобных катастроф в будущем. Но двуличная и коррумпированная Мэр Уорд саботировала дело своей жизни, чтобы присвоить страховку от Тремора и возложила на нее вину за неисправное устройство, разрушившее город. Теперь Черный Скорпион должен защитить город от Мстителей Андершафт, которая стала смертоносной суперзлодейкой. Хоть это и боевик, снят он в комедийном жанре. В главной роли здесь снялась Джоан Северанс, американская актриса и бывшая фотомодель. Не зря вначале вспомнили про Бэтмена, ведь все происходящее – это явно копировка и пародирование прямо из Готэма. Такие же черные машины и даже персонаж, очень похожий на Джокера. Тыквоголовый 2. Кровавые крылья. 93-й год. Фильм ужасов режиссера Джеффа Барра. В 58-м году компания высокомерных подростков загнала умственно отсталого мальчика Томми в здешнюю шахту, где он и погиб. А в 94-м подростки-старшеклассники приезжают повеселиться именно в эту заброшенную шахту. Они курят и выпивают. После этого в ходе одной из пьяных поездок на автомобиле сын судьи сбивает старушку. Старушка пропадает, но девушка утверждает, что знает, где она живет, и нужно узнать, что с ней стало. В доме старушки, конечно же, никого не оказывается. Зато компания обнаруживает много странного и интересного. Они находят необычную книгу, в которой есть заклинание, оживляющее мертвых. А сын судьи находит маленький пузырек с жидкостью. Ребята решают, что это пригодится при совершении ритуала. Вскоре появляется слепая хозяйка дома и просит их не трогать вещи. Ребята убегают и на кладбище разрывают могилу, где сын судьи читает заклинания и выливает зелье. Вроде бы ничего не происходит, и ребята уходят. Однако случайно слепая старушка задевает свечку, и огонь быстро охватывает деревянную избушку. Женщина кричит о помощи, и тут-то все и начинается. Существо оживает, после чего в городе находят изуродованный труп 40-летнего мужчины, где существо оставляет свой значок. Рисунок кровью крылья. Шериф города принимается за расследование. И кто знает, чем это все закончится. Режиссер картины Джефф Берр, в то время как первую часть Тыквоголового снимал Стэн Уинстон. И Лэнса Хендриксона здесь тоже не будет. Канонные элементы фильма слегка изменены. Вызвавший монстра сам занимает его место. Такая директива здесь уже не работает. Само чудовище уже не закопано где-то под тыквенной грядкой. Да и подростки становятся все более нахальными. Ну в принципе это-то не новость. Фильм является сиквелом, и любителем первой части может и не зайти. Но если взглянуть не предвзято, то в общем-то нормальное размышление на тему Тыквоголового. Пусть тут все будет по-другому, но посмотреть стоит. Эмбрион, 98-й год. Американский фантастический фильм ужасов режиссера Брайана Юзны, чернокнижник и реаниматор. Фильм также известен под названием «Потомство особей». Молодая пара Крейг и Шерри хотят завести ребенка. В одну прекрасную ночь спальня супругов озаряется голубым сиянием, в результате чего оба супруга теряют сознание. Через два часа сознание к ним возвращается, однако память этих двух часов стерлась. Наконец Шерри узнает хорошую новость, она беременна. Но ее и супруга смущает один факт. Зачатие произошло в ночь на 20 сентября, именно в тот день, когда они потеряли сознание. К тому же с Крейгом начали происходить непонятные вещи. Он плохо спит, видит странные кошмары и видения. Тогда супруги решают, и Крейг обращается к психологу, который проводит сеанс гипноза. Гипноз открыл страшную весть. В то время, когда супруги потеряли сознание, Шерри была похищена инопланетянами, а зачатие произошло с их участием. Этот факт подтверждается и странным поведением самой Шерри. То она сообщает, что ее ребенок уже на столь малом сроке уже шевелится, то прикладывает лед и говорит, что ребенку нужен холод. Крейг решается на опасное мероприятие. Он связывается с известным исследователем и уфологом Клевелом и готовится к хирургическому извлечению эмбриона. В плане спецэффектов картина смотрится вполне себе хорошо, а порой, как и следует, весьма омерзительно. В главных ролях снялись Арнольд Вослу и Джиллиан МакУиртер, создается впечатление, что Арнольду Вослу совсем не шла эта роль. В ней он какой-то не эмоциональный, что ли. Роль мумии подходит ему гораздо лучше. В целом, средний фильм про похищение инопланетян. Но если вы давно не теребили за жабры фильмы такого направления, то вам может и понравиться. Вспомнить все детектив Дэвид Хьюм, занимающийся вопросами общественной безопасности, теряет своего напарника, которого убили самоосознающие андроиды. У героя появляется новый напарник, который, сам того не подозревая, является андроидом. Моделью с более сложной психологической природой — альфа-класса. Основные сюжетные линии сериала касаются планов консорциума, тайны происхождения напарника и жены Оливии, чьи воспоминания были подделаны. Вышел всего лишь один сезон сериала и составлял 22 серии. Важные элементы сюжета остались до конца нерешенными, ведь сериал просто отменили. Ключевой сюжетной линией сериала было предположение, что расширение памяти, используемое на самоосознающихся андроидах, было частью нечеловеческого ДНК, и что такие материалы были найдены на Марсе. Отсюда подвязка не только к бегущему по лезвию, но и к «Вспомнить все». В сериале даже можно заметить отсылки, в которых даже показывают фрагменты фильма Пола Верховена «Вспомнить все». В общем, не шедевр, но все же имеется интересный сюжет и хорошо переданная атмосфера, основанная на творчестве Филиппа Дика. «Рыцари», 93-й год. Американский фантастический боевик режиссера Альберта Пьюна с чемпионкой по кикбоксингу Кэти Лонг в главной роли. Это ее голливудский дебют. Киборг Габриэль был создан для уничтожения всех других киборгов. Позже он спасает Неа, убив киборга Саймона. Габриэль обучает Неа стать убийцей киборгов и помочь ему. Они продолжают убивать этих самых киборгов, пока одна из его целей не разорвет Габриэля прямо пополам и не доставит в лагерь киборгов. Неа следует за Джейкобом и вызывает на бой лидера киборгов Джоба. Найдя Габриэля, она привязывает его к своей спине и они продолжают сражаться с киборгами. Сколько раз я уже сказал слово «киборги», а все потому, что это фильм про киборгов, где киборгами могут являться обычные рыцари, бомжи и просто прохожие. Все они киборги. Киборги. В общем, ненасытные киборги безжалостно уничтожают население Земли, и кровь им нужна ради сомнительных удовольствий, кровавых возлияний. Поэтому они и охотятся за новыми жертвами. В фильме будет и Лэнс Хендриксон, и Винсент Клин из «Киборга с Ван Дамом». Так как это файтинги с киборгами, здесь даже засветится Гэри Дэниелс. В общем, это классический фильм категории «Б», рассчитанный исключительно на фанатов этой самой категории. Остальным же стоит зажать нос прищепкой и закатить глаза в недоумевающей гримасе. Большинство населения Земли так и делает, когда видит удивительные фильмы Альберта Пьюна, не задумываясь о том, что бюджет его фильма не соизмерим с голливудскими. Поле разума, 89-й год. Канадский триллер от режиссера Жан-Клода Лорда. Детектив полиции О'Райли страдает кошмарными воспоминаниями о неком докторе Сатуреусе. Правда, ничего конкретного наш герой вспомнить не может, но однажды события подталкивают его к конкретным фактам. Активистка профсоюзов Сара сопротивляется своему аресту и в разговоре с О'Райли обвиняет доктора Сатуреуса в использовании ЛСД и электрошока в своих экспериментах над людьми. Сара заявляет, что когда подопытные становятся ненужными доктору, он просто стирает их память. Детектив О'Райли признается Саре, что сам когда-то участвовал в экспериментах доктора Сатуреуса, и девушка просит его дать показания против него. Но О'Райли не нравится эта идея и он просто приглашает Сару к себе домой поужинать. По дороге наши герои останавливаются возле аптеки, после чего события начинают разворачиваться с необычной скоростью, ибо в аптеку врываются грабители, а детектива вновь накрывают галлюцинацией. Именно о докторе Сатуреусе. Детектива Кэлен О'Райли сыграл Майкл Айронсайд, которого любители видеосалонов знают по фильму «Вспомнить все». В роли Сары тут Лиза Ланглуа. Основой для этого фильма послужили факты из статьи, опубликованной Нью-Йорк Таймс в 1977 году. В ней подробно рассказывалось о скандале, разразившемся в Монреале в связи с разоблачением тайной операции ЦРУ по промывке мозгов своим бывшим сотрудникам, которые слишком много знали о деятельности организации. Вот такая вот страшноватенькая подробность. Голографический человек 95-й год. В отдаленном будущем городом Лос-Анджелесом управляет некая калифорнийская корпорация. Корпорация фактически захватила город, узурпировав права граждан. Противостоит корпорации Норман Геллагер по прозвищу Слэш. В чем-то Норман прав, но поступает он как террорист. Убивает часть сотрудников корпорации, губернатора Хэмптона, а также одного из полицейских. Поймать же Нормана удается полицейскому новичку. Норман получает тюремный срок, но не в простой тюрьме, а в голографической. В этой тюрьме находится мозг и его голографический образ. На бывшего террориста пытаются воздействовать и воспитать его. Весь срок рассчитан на пять лет. За это время героя должны перепрограммировать и выпустить. Но друзьям Нормана удается похитить его образ и мозг из голографической тюрьмы. Теперь Слэш снова на свободе. Кроме того, он обладает сверхспособностями, ведь он нематериальная голограмма и может проходить через стены, огонь, а пули и гранатометы не причиняют ему никакого вреда. Слэш хочет отомстить тому, кто его арестовал, но полицейского тоже делают голограммой. Теперь голографический террорист должен сразиться с голографическим полицейским. Вот такая запутанная история. Режиссер картины Ричард Пеппин, тот, что снял «Жара» в Лос-Анджелесе, а также «Киборг-охотник» и «Киборг-охотник 2». Он снял настоящий боевик своего времени с кучей перестрелок, гигантскими взрывами и лютым экшеном. И смотреть голографического человека лучше прямо с видеокассеты, если вы, конечно, фанат этого. «Навязчивый страх. 90-й год». Фильм ужасов, сценарий которого написан Фредом Оленом Рэем по классическому рассказу Эдгара Аллена по преждевременные похороны. Виктория Монро богатая наследница, больше не может спать, так как ей снятся кошмары, в которых она похоронена заживо. И день на и ночь на ее мучает иррациональный страх. Охваченная видениями смерти, она убеждена, что окажется на столе гробовщика. Мужу Терри на ее проблемы наплевать. У него сейчас тайный роман с секретаршей Лизой. К тому же, откуда ни возьмись, появился большой игровой долг. Чтобы использовать деньги жены, он вместе с любовницей разрабатывают план и отправляют Викторию к доктору. И доктор делает ей гипноз. Оттуда-то Виктория и узнает, что была похоронена заживо в прошлой жизни. Любовники Терри и Лиза замышляют убийство, пытаясь поместить Викторию в наглухо закрытую коробку, чтобы та сама умерла от страха. А получится ли у нее выжить, или она окончательно сойдет с ума, вы узнаете, просмотрев этот фильм ужаса, до самого конца. Бринг Стивенс сыграла Викторию. Ей не привыкать играть в ужастиках, поскольку она уже засветилась в студентках в Кегельбане Беса, в Кошмарных Сестрах, в Кровавой Вечеринке и даже в сериале Сказки Темной Стороны. Все это было в 80-х и 90-х, а сейчас она уже солидная, можно сказать, бабушка. Также в фильме засветился Майкл Берриман, известный своим нетипичным обликом. Лучшие его работы пролетая над Гнездом Кукушки и Звездный Путь 4. Он переиграл многих злодеев и, несмотря на то, что ему 75, список его участия в кино все еще растет. Теодор Рекс, 95-й год. Фантастическая детективная комедия про напарников полицейских, где одного из них сыграет динозавр. Звучит ну крайне странно. Нью-Йорк, 2013 год. Динозавры возвращены к существованию и занимают достойное место в обществе. Они живут и трудятся наравне с людьми. Конечно, странно. Ладно бы, если бы они трудились вместо лошадей или коров, а ведь они прям умеют разговаривать и решать сложные математические задачи. В этом странном обществе появляется не менее странное явление диноцит. Иными словами, истребление динозавров. Тираннозавр по имени Теодор становится первым в истории динополицейским. Вместе со своей напарницей, непревзойденной Колтрейн, он втягивается в сеть причудливых интриг и приключений, свойственных только этому фантастическому миру. Мир этот сравним разве что с фильмом «Кто подставил кролика Роджера». Там, кстати, тоже нам показывали напарников-детективов, один из которых даже был черно-белый, как из кино 30-х годов. В главной роли сыграла Вупи Голберг, звезда фильма «Привидение», где она получила Оскар за лучшую женскую роль второго плана. Динозавра Теодора озвучил Джордж Нюберн, отец невесты 1-2 и приключения няни. Конечно же, это комедия с элементами боевика, но все же являющийся семейным. Кстати, персонажи в фильме не рисованные, поэтому скорее похоже не на кролика Роджера, а на Говарда утку. Так будет точнее. Улицы в огне, 1984 год. Банда байкеров похищает прямо с концерта популярную рок-диву. Ее бывший парень Том возвращается в город и мстит байкерам. Спустя некоторое время у Тома начинаются проблемы с полицией и с местными жителями, да и сама Элленс характером. Тем временем байкеры во главе с Вороном тоже не собираются оставаться в долгу, но полиция, Том и жители города совместными действиями пытаются выгнать их из города. И если у них все получится, то мы увидим очередной масштабный концерт. Главную роль Тома сыграл Майк Паре, Линкольн для адвоката и афера под прикрытием. Элленс сыграла номинантка на Оскар Дайан Лейн и в списке ее лучших работ Мой пёс Скип, Бойцовская рыбка и сериал Карточный домик. Режиссером картины был Уолтер Хилл, человек, известный в частности возрождением жанра вестерн. А еще он продюсировал фильмы Чужой и Чужие и является номинантом Каннского кинофестиваля. Поначалу предлагалось, что это будет первый фильм в трилогии картин с Майклом Паре в роли Тома. Однако фильм провалился в прокате и от этой идеи отказались. Название с альбома Darkness of the Edge of Town 78-го года. Будут здесь и знаменитости. Например, Уильям Дефо, который засветился в роли злодея Байкера Ворона. А также появится Рик Маранис из Охотников за привидениями. И если вам и этого мало, то в роли Клайда здесь будет играть Билл Пэкстон. Для 80-х спецэффекты выглядят довольно обыденно. Все те же типичные каскадерские трюки на машинах. Ну и как же без взрывов. В таких вот боевиках. Ну и самое главное это отличный саундтрек. Несмотря на свое забвение, этот фильм все же стоит пересмотреть. Ставьте лайки и скидывайте это видео друзьям. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok